Чувашский язык В Чувашии существенно увеличилось количество экспортируемой сельскохозяйственной продукции. По данным Центра агроаналитики Минсельхоза России, в январе этого года из республики вывезли товар стоимостью в полтора миллиона долларов. Это на 13,5% выше, чем за тот же месяц прошлого года. На данный момент Чувашия занимает четвертое место в России по поставкам кондитерских изделий, десятое место по экспорту масличных культур и четырнадцатое место по экспорту шоколада. У каждого поколения особый взгляд на свою эпоху. Под собственно выбранным углом предлагают взглянуть на известные и не очень картины художников Чувашии, Мариэл, Латвии и Сирии в Чебоксарском Центре Современного Искусства. Выставка под названием «Новый взгляд», изначально задуманная как авангардная, приобрела традиционно реалистический вид. Здесь можно увидеть работы Ревеля Федорова, Константина Нолгашова, Ирины Рязанцевой, Татьяны Серебряковой и других представителей реалистической живописи. Тем не менее, экспозиция полностью оправдывает свое название, говорят, в Центре Современного Искусства. Буквально за неделю для выставки собрали работы более 30 художников. Почему «Новый взгляд»? Здесь музей ведь не только для художников и не только для зрителей, и для тех, и других. И вот с точки зрения художников «Новый взгляд» в стенах нового интерьера, центра, и стены тут другого цвета. Есть цветные, бордовые, зеленые, оранжевые. Иногда происходит путаница. Думают, «Новый взгляд» – это вот сегодняшнее, прям сегодняшнее произведение. А ведь у каждой эпохи, у каждого поколения свой взгляд на свою эпоху. Выставка «Новый взгляд» продлится до 16 февраля. Отмечу, что истинные ценители искусства уже дали ей свою положительную оценку. Прямо в двух захватах смотришь, вот такие интересные работы представлены. Ну, всех работ кратко не расскажешь. Натюрморты, пейзажи, портреты, все это представлено здесь. Но в основном преобладает декоративная живопись. Республиканская детско-юношеская библиотека признана одной из лучших во всероссийском конкурсе «Библиотечное пространство современности традиции». Публикация замдиректора этой библиотеки Натальи Мисиной заняла первое место в номинации «Разработка собственных авторских тематических целевых программ проектов». Проект называется «Два поколения объединяет чтение» и реализуется уже в течение нескольких лет. Идея заключается в том, чтобы объединить старшее поколение и молодежь посредством литературно-просветительских встреч с писателями и ветеранами, проведение дней чтения вслух, организации курсов пользования смартфонами среди ветеранов. Активное участие в продвижении проекта приняла и наша телерадиокомпания. Сегодня Международный день бармена. Праздник зародился в Европе, но в России с каждым годом он становится все популярнее. В этот день среди барменов проводят соревнования и винные викторины. Не забудьте поздравить знакомых профессионально смешивающих коктейли. Ну а мы увидимся с вами завтра. До встречи!